Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня снова разговор будет о огурцах, потому что сейчас наступила огуречная пора. У многих садоводов и огородников огурцы вступили в фазу плодоношения активного. У кого-то только завязываются плоды, кто-то уже собирает урожай. И поэтому разговор о состоянии огурцов, о его развитии полноценном, сейчас очень актуален. Потому что многие пишут, что меняет цвет огурцов. У кого-то кайма желтая по краям, у кого-то весь лист желтеет пятнами всяко. Сейчас будем говорить о пожелтении огуречных листьев. Что они обозначают, о чем они сигнализируют. Потому что лист огурца это индикатор его здоровья. Я всегда говорю, если огурец что-то меняет, цвет, форма, деформируется, это значит он просит у нас помощи. Вот сейчас, когда огурцы вступают в фазу плодоношения, у многих появляется вот такая вот светло-желтая кайма по краю огуречного листа. И если в предыдущем ролике я говорила о том, что когда вся листовая пластина желтеет, то это могут быть и вредители, и неправильный режим полива, и недостаток тепла и солнца, и болезни, то когда появляется, когда вы видите светло-желтую кайму, все эти причины можете сразу отметать. Это не вредители, это не нарушение режима полива, и не недостаток света и тепла. Это нехватка микроэлементов, а именно калия. Сейчас я вам покажу, когда вот так листовая пластина вся равномерно меняет цвет, тогда вы можете рассматривать варианты и с вредителями, и с болезнями, и с теплом, и с поливом, и с солнцем. Но вот это, если вы зашли, ну как в теплицу, или просто подошли к огурцам, и видите светлую кайму по краям листа, то вы можете уверенно сказать, что это недостаток микроэлементов. Значит, нужно делать опрыскивание, подкормки. Обычно калия, когда не хватает, некоторые обходятся просто народными средствами. Большое содержание калия у нас в древесной золе. Можно сделать раствор, одну столовую ложку на литр воды, полить под корень. Можно просто сухую золу рассыпать в лунку, прорыхлить и сделать полив. Если нет золы, можно фабричным удобрением. Есть у нас сернокислый калий, такое удобрение. Сульфат калия, по-моему, он называется. Можно им опрыскивать, можно делать корневые подкормки. Любым способом, но калий должно растение получать. Потому что, когда мы говорим про огурцы, про то, что они прожорливые, им нужно много азотосодержащих удобрений, мы обычно делаем упор на это и стараемся его накормить. Добавляем и перегной, и коровяк, и кто-то даже льет мочевину, селитру, чтобы у него было побольше азота. Да, он не может жить без азота. Именно от количества азота, как напрямую зависит, большой урожай, его здоровье, вот эта зеленая масса. Потому что ему азот нужен для наращивания зеленой массы. Он ведь весь сезон все наращивает, наращивает все эти плоды, листья. Но мы зачастую забываем о том, что подкармливая его азотом, мы не даем ему микроэлементов. И если при посадке мы туда как добавили комплексное удобрение, на первое время, на первый месяц обычно огурцам хватает, пока они выросли, чуть зацвели. Но когда он входит в фазу плодоношения, то весь калий из почвы, он уже как съел, израсходовал. И вот этот недостаток калия очень быстро отражается на цвете листьев. Вот, подытожим. Обнаружили светлую кайму на листьях, подкармливайте калием. Вводите калий, хоть в натуральном виде, вот в золой, хоть фабричным удобрением, сульфат калия, любыми способами подкармливайте. Если у вас стоит пасмурная погода, если не хватает солнца, то вдобавок к этим подкормкам можете сделать опрыскивание эпином. Это регулятор роста, стимулятор. Он поможет. Потому что на одном азоте огурец тоже не может нормально расти. Если ему что-то не нравится, он вам обязательно даст сигнал на листьях. Вот листья, видите, должны быть вот такие. Если вот такие листья, это уже значит, что-то нарушен режим содержания вашего огурца. Все. Вот этот видеоролик я сняла специально тем, у кого появилась желтая кайма, и чтобы они знали, что этот огурец не заболел. Ему просто немножко нужно помочь дать микроэлемента калия. Калий, марганец. Можно сделать опрыскивание светлым раствором марганцовки. Там тоже содержится полезный элемент. И он у вас придет в норму и порадует вас красивыми зелеными листьями. Сегодня я уже выложила видео на тему, почему желтеют листья огурцов, где рассказала о общем пожелтении листа, когда листовая пластина полностью вся делается желтая. Когда вся полностью пластина желтая, там причин много. Я назвала 7 причин и как от них избавиться. Смотрите видео и на ту тему, и на эту. Потому что изменение цвета листьев огурцов бывает разное. Бывает и пятнышками, и каемочкой, и вся листовая пластина. Все их вы должны знать, во всех причинах должны разбираться, и каждую вы должны уметь устранять. Только тогда мы получим хороший урожай огурцов. До свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Там все мои видеоматериалы. Добавляйтесь в друзья. Всем друзьям рассылаю видео и заметки в тот же день. До свидания. Желаю всем богатых урожаев огурцов. Если мы будем за огурцами следить, вовремя реагировать на их сигналы, которые они дают нам листьями, помогать им, тогда обязательно будет у нас хороший урожай. Еще раз до свидания.